МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня речь пойдет об образовании, социальном составе и программах черносотенных союзов, монархических партий, которые сложились в России в ходе Первой Русской революции. Само название «Черные сотни», «Черносотенные», оно вообще существовало на Руси давно. В XII-начале XVIII века так обозначали население неужше тягло повинности в пользу государства. Жил это население в черных сотнях, на землях, принадлежавших либо первоначально великим князьям, а затем и русским государям. В отличие от белых слобод, черная слобода, белая слобода, черная слобода – это населенные пункты на землях, принадлежавших государству, а белые слободы – это поселения на землях, принадлежащих феодалу. И как вы видите, в первоначале название «Черная сотня» вообще не несло никакого негатива. Вот этот негативный, уничижительный оттенок появился на рубеже XIX-XX века, когда в ходе подъема революционного движения, выступления различных слоев классов российского общества образовались значительные группы людей, которые, выступая в поддержку самодержавия против революционного движения, действовали в самых реакционных, в самых страшных формах вплоть до погромов. Вот этих людей начали называть черносотинцами. Черносотинцы располагались на самом правом фланге политической системы России. Но надо сказать, что действовали ли они там не в одиночку. В начале XX века на правом фланге были сосредоточены и крайне националистические силы, и политические организации, ставившие свою задачу в любом случае сохранение самодержавия и борьбы с революционным движением. Однако образовать политические партии, создать серьезные организации удалось только черносотинцам. Только черносотинцам. Первоначально название «Черная сотня» употребляли только когда хотели подчеркнуть такой экстремистский характер выступлений. Но в дальнейшем название «Черная сотня» было распространено и на монархические партии. Какие наряду с монархическими черносотинными партиями действовали организации на правом фланге? Например, политическая организация «Объединенное дворянство». Я не случайно упомянула эту организацию, потому что очень часто, путаясь, ее относят к черносотинным организациям либо к монархическим партиям. Нет, ничего подобного. Это было достаточно аморфное объединение дворян. Там не было партийного членства, там не было никаких актов, определяющих принадлежность к этой организации. Туда записывались целыми дворянскими собраниями. В свое время, в 80-е годы, поднялся огромный шум вокруг имени великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Утверждали, что он вместе со своим братом Модестом находился в составе черносотиной организации. Так вот это вранье у чистой воды, потому что они, как дворяне, принадлежавшихся к Водкинскому дворянскому объединению, они были просто записаны в эту организацию, в объединенное дворянство. Была попытка создания Всероссийского национального союза, но это чисто националистическая организация, однако большой численности достичь не удалось, и она действовала в рамках думской фракции. Повторяю, только черносотинцам удалось создать политические партии. Подобно многим политическим партиям, черносотинные союзы образовывались на базе объединения маленьких, незначительных по численности кружков и групп. Первая монархическая партия действительно была партией, потому что у нее была и программа, и устав, и руководящие органы. Русское собрание. Была она создана в 1900 году. На примере одной из первых черносотинных организаций мы можем проследить, какой страшный путь прошли люди, ставившие свои задачи первоначально очень благие цели – защита русского языка, русской словесности, русской истории. Входили вообще в эту организацию представители крупного чиновничества, русской интеллигенции, представители царствующего дома Романовых, члены царствующего дома Романовых. Однако в дальнейшем из этой организации вышел, например, Пуришкевич, один из пропагандистов реакционных экстремистских форм борьбы. Весной 1905 года началось массовое, можно сказать, образование черносотинной группы союзов. Этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, поднявшаяся революция 1905-1907 года, а во-вторых, манифест 17 октября, который позволял действовать уже на законных основаниях. Весной 2005 года в Москве образовалась Русская монархическая партия. Ее основателем был издатель достаточно реакционный по своему содержанию газеты «Московские ведомости» Грингмут. Надо сказать, что процесс образования черносотинных союзов поддерживался и сверху. Правительственные круги были заинтересованы в этой поддержке снизу. И в дальнейшем питательной средой была чиновничья среда. Крупные сановники поддерживали эти организации и даже финансировались черносотинные союзы из секретного фонда МВД. Надо сказать, что до сих пор объем сумм, который выделялся на деятельность этих организаций, неизвестен. То есть эти документы были совершенно секретны и затем уничтожены. За несколько месяцев 2005 года были зарегистрированы десятки черносотинных союзов. Это Русская Православная Партия, о которой я уже говорила, Союз Русского Народа, Союз Законности и Порядка в Орле, Партия Народного Порядка в Курске, Царско-Народное Общество в Казани, Самодержавная Монархическая Партия в Иваново-Вознесенской и так далее и тому подобное. Вы сами легко можете убедиться, что в названиях этих черносотинных организаций определены три основные момента – самодержавие, православие и народность. Вот не секрет, что и в программах этих партий, и в их деятельности широко использовалась знаменитая Уваровская формула, которая какие-то изменения, безусловно, перенесла. Какие-то изменения перенесла. Вот эти три идеи были путеводненной звездой для черносотинных союзов. Надо сказать, что черносотинные организации к концу 2007 года действовали в 66 губерниях. Сами участники черносотинного движения заявляли о миллионах членов этих организаций, этих партий. Однако на деле это было не так. Но около полумиллиона, чуть меньше, от 400 до 450 тысяч, являлись членами черносотинных организаций. Являлись членами черносотинных организаций. Интересна география распространения этих организаций. Важную роль они, и серьезную роль, играли в местностях с неоднородным национальным составом населения. В чисто русских губерниях по своему национальному составу находились руководители этих союзов. А в основном это юго-западные территории, это северо-западные территории, здесь были сильные позиции у черносотинцев. Незначительное число черносотинных союзов находилось в Сибири и в Средней Азии. Надо сказать, что правое движение было не только достаточно неоднородным, но оно было и достаточно неорганизованным. Сами союзы пытались навести порядок внутри своих организаций, пытались даже создать центр руководящий, название было придумано, главная управа русского народа. Однако создать крупный управляющийся из этого центра организации монархистам черносотинцам так и не удалось. Самая крупная организация черносотинная – это, безусловно, Союз русского народа. И рассказывая о Союзе русского народа, я постараюсь показать основные особенности черносотинного движения в целом, их социальный состав, программные положения и коснуться проблемы лидеров черносотинцев. Здесь тоже много интересного можно увидеть. Союз русского народа был создан в ноябре 5-го года в Петербурге. Первоначально она действовала, как и задумывалась, как локальная организация, а затем очень быстро приобрела статус общероссийской. В чем причина? Во-первых, программа партии, которая затем стала образцом для других черносотинных союзов. Во-вторых, это состав. Несмотря на запрещение чиновникам участвовать в деятельности политических партий, ровно как и офицерам, черносотинным организациям делалось исключение, и крупные правительственные сановники состояли в этих организациях, в частности в Союзе русского народа. Затем достаточно высокий уровень интеллектуально, не удивляйтесь, пожалуйста, руководителей черносотинного союза. Способствовало движению на передовые позиции черносотинного движения и финансированию из секретного фонда Министерства внутренних дел. В монархических союзах четко определялось различие между руководителями и рядовыми членами. Наиболее известными и влиятельными черносотинцами считают Владимира Митрофановича Пуришкевича и его коллегу, и вместе с тем соперника Николая Евгеньевича Маркова. Интересная фигура Владимир Митрофанович Пуришкевич. Он происходил из мелкопоместного дворянства Молдавской губернии. Надо сказать, что только во втором поколении он стал дворянином. Закончил он Новороссийский университет по специальности древнегреческая литература и история. Надо сказать, что первоначально Пуришкевич находился в рядах самой первой черносотинной организации, о которой я говорила. Потом он из нее вышел, поскольку чисто литературная деятельность, пропагандистская деятельность вообще его не устраивала. Он шел к политической карьере. Николай Евгеньевич Марков – это крупный землевладелец Курской губернии. Кстати, та черносотинная организация, созданная в Курской губернии – это его детище. Он потомок, сын известного в XIX веке русского писателя. И надо сказать, оба этих деятеля прославились не только своими бурными выступлениями, кстати, оба они были прекрасные ораторы и их с удовольствием слушали, но и четкой политической направленностью. Содержание, сохранение монархии, защита утверждения великорусского народа, русских, и защита православия. Ну вот тут надо сказать, что само происхождение Пуришкевича, оно вообще сомнением подвергалось даже его коллегами. А уж как над Пуришкевичем издевалась кадетская речь, можно судить по известной фразе из кадетской речи, истинно русский православный человек, молдаванский еврей Пуришкевич. Но не национальность здесь, конечно, является главным, а та позиция, которую лидеры черносотенцев озвучивали и в своей практической, и в своей теоретической деятельности. Надо сказать, что наиболее откровенным, таким даже циничным политическим деятелем был Марков. Он вообще не скрывал истинных целей черносотенцев, открыто призывал к уничтожению инородцев, поддерживал погромы, называя это воскрешением русского духа и так далее. Не менее экстремистскими по своему содержанию были выступления и деятельность доктора медицины Дубровина. В отличие от Пуришкевича и Маркова, он не рвался к сверхпубличной деятельности, предпочитая роль серого кардинала. Но, тем не менее, даже его ближайшие соратники критиковали экстремистскую деятельность, экстремистские выступления Дубровина. Надо сказать, что среди черносотенцев были и крупные ученые, в частности, академик Соболевский. Это человек, положивший начало направления в науке историческое изучение русского языка. В советский период он издал целый ряд работ, связанных с топонимикой. Вот русская интеллигенция участвовала в черносотенных союзах. И, наконец, очень неоднозначно относились к черносотенным организациям церковные деятели. Что касается томского архимандрида Петерима, тамбовского епископа Иннокентия и ректора Московской духовной академии Волынского, их вообще можно считать вдохновителями и активными участниками черносотенного движения. Но, в целом, русская православная церковь боялась, что экстремизм черносотенцев может привести к дискредитации идеи православия. Надо вам сказать, что черносотенное движение не было замкнуто только на деятельность своих собственных союзах. Они максимально пытались подчинить своей идеологии и своим действиям как можно большее число людей. Это относилось и к рабочим, и к крестьянам, и к средним городским слоям. Ну вот, интересно, что активную роль в черносотенных союзах играла, например, такая категория городского населения, как приказчики. А вот приказчики мясных лавок почему-то обратили свой взор к организации союза Михаила Архангела. Вот там очень много было представителей владельцев и приказчиков мясных лавок. Существовали и рабочие организации. Вот черносотинцам удалось создать Путиловское отделение союза русского народа. В нем принимали участие рабочие, причем горячих цехов Путиловского завода. Очень сильная была рабочая организация в адресе. В ней принимали участие, участвовали рабочие адресского торгового порта. Но тут вот интересно, что отделение союза русского народа в адресе сумело заключить очень выгодный для грузчиков, портовых рабочих, причем самой низкой квалификации, трудовой договор с предпринимателями. И, разумеется, это привлекло рабочих к участию в союзе русского народа. Однако, интересно и другое. Очень скоро эти организации рабочие прекратили свою деятельность. Очень сильно было влияние социал-демократов и эсеров. Методы борьбы черносотинцев колебались от участия в каких-то легальных организациях и совершенно легальные действия до крайне экстремистских. То крайне экстремистских, например, организация погромов. Организация погромов. Как свидетельствуют очевидцы и участники революционных событий пятого года, для рядовых членов черносотинных союзов главными были враги внутренние, скубенты. Вот ненависть к образованным людям внедрялась в сознание рядовых членов, несмотря на то, что руководили этими организациями, а может быть и благодаря тому, что руководили этими организациями образованные люди. А от кого тогда надо было защищать русскую нацию? Всевременно таким серьезным раздражением является большое количество приезжающих из Средней Азии. А тогда кто было раздражением? От кого надо было защищать? А это мы сейчас рассмотрим, рассматривая программные положения Союза Русского Народа, которые, как я уже говорила, явились образцом для других Черносотиных союзов. Первое и самое главное. Врагом внешне для Черносотиных организаций была Европа. Вот черносотинцы считали, что европейская демократия – это враг русских. Капитализм, привнесенный извне, это враг русских. Повторяю, не российского народа, русского народа. Они отрицали категорически буржуазные свободы, и самым ненавистным для них была свобода личности. Вот любой теоретик черносотинский рассматривал личность только как маленькую песчинку, как часть, нечто общего, общины, будь то община, будь то нация, будь то народность, будь то народ в целом. Вот личность, она вообще ничего не значила с точки зрения черносотинских программ, черносотинской идеологии. Поэтому очень легко можно было объяснить стремление общности уничтожить личность, которая мешает развиваться общности. Ну, враги, внутренние скубенты. Так погиб, между прочим, Николай Бауман, который был просто растерзан беснующейся толпой. Вот враг внутренний, революционер проклятый. Для России черносотинцы отводили только одну форму государственности, неограниченное самодержавие. Неограниченное самодержавие. Причем они критиковали, например, октябристов за то, что те полагали, что, возможно, какое-то классовое дворянское представительство. Никакого классового дворянского представительства. Единоличная власть монарха – вот то, что нужно русскому народу. Интересны выводы по одному из важнейших для России аграрному вопросу. Вот посмотрите, черносотинцы называют себя народными, народные организации, защищающие интересы русского народа. Русский народ в основном крестьянский народ. Это они подчеркивали. Но вот какую судьбу они готовят крестьянам? Никакие меры, направленные к улучшению быта крестьян, не должны нарушать неприкосновенность земельной собственности. В чьих это интересах? В интересах русского крестьянска, к которому они постоянно апеллируют? Или в интересах крупных помещиков, землевладельцев, безусловно, в интересах последних? Очень слабо в программах черносотинских союзов был разработан рабочий вопрос. Ну, это понятно, они остерегались вообще рабочих. А вот национальный вопрос был разработан очень хорошо. И вот тут я отвечаю на поставленный вопрос вами. Несмотря на то, что идеологи черносотинские утверждали, что в основе их взглядов лежит славянофильство, они категорически отрицали даже подобие всеславянской общности. Вот славянское единство в их программах отсутствует. Нет у этого. Русских альфа и альфа и альфа и альфа и альфа и альфа славянофильство, единение всех славян в борьбе за территорию, за историю, за выживание, за будущее, черносотинцы отрицают категорически. Во главе русский народ. Русская народность, я приведу вам выдержку из программы Союза Русского Народа. Вот как они определяют русскую народность. Русская народность, как собирательница земли русской и устроительница русского государства, есть народность державная, господствующая и первенствующая. Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Все в интересах русского народа. Правда, насчет аграрной программы тут можно засомневаться и серьезно засомневаться. Крайне опасным для революционного движения и для формирования складывания национальных отношений в России не забывайте, пожалуйста, вы не должны это забывать, что начало века – это формирование нерусских наций на национальных окраинах России, начало XX века. Вот крайне опасным в этот период было разделение черносотенцами народов, населявших российскую территорию, на коренных и некоренных. Вот коренные народы, они и определялись так, как дружественные русской нации народы. Это нерусские народности, имеющие исконную племенную оседлость в коренной России. Тут сразу встает вопрос, а какие территории вообще России можно определять как коренные? Я вспоминаю начало 90-х годов, XX века, когда бились националисты в поисках центра русской земли. Москва, она же в окружении остатков Золотой Орды находилась. А что взять за точку отсчета? Совершенно верно. Новгородцы, ну извините, а как же тогда варяги и прочее, прочее, прочее. То есть я так понимаю, что в 90-х годах так и не договорились, откуда есть пошла земля русская. Я имею в виду националистов. Так вот, лояльными считались немцы, вот лояльные русскому народу. Их признавали почему-то за коренных. Лояльными считались нерусское население Средней Азии и Сибири. Здесь причина только одна. Дело в том, что ни в Средней Азии, ни в Сибири не было национального движения в годы Первой русской революции. Первое национальное по характеру движение Средней Азии это знаменитое восстание 16-го года. В пятом году об этом не слыхивали. Следовательно, населяющие земли Средней Азии к русскому народу лояльны. Так считали идеологи черносольцинцев. Нелояльными были объявлены финны и поляки. Их называли враждебными нациями. Почему? А вот объявляли, что и поляки, и финны вообще зажрались. Извините, это не мое. Выражение ожерелье на русских хлебах требует какой-то там самостийности, самостоятельности. Давать, разрешать им это нельзя. Ни в коем случае, никакой самостоятельности. Автономия – это вред для России. Инородцами объявлялись выходцы с Кавказа. Ничего вам не напоминает? Напоминает, правда? Выходцы с Кавказа. Их объявляли носителями вредных для русского народа идей. Правда, какие именно идеи были вредными, это не объявлялось. И, наконец, основа национальной программы любого черносотиного союза – это антисемитизм. Вот здесь, позвольте мне остановиться немножечко подробнее. Я вообще не являюсь специалистом в области национальных отношений, но с точки зрения образования политических партий в России, в том числе и носивших характер таких национальных и национальную идею, провозглашавших не только русскую. Я говорила о том, что были и были белорусские меньшевики, и эсеры, и в Закавказе были меньшевики, эсеры, закавказские и так далее. Вот национальный вопрос, он был очень важен. И особенно остро он стоял для тех наций, которые угнетались великорусской, не нацией, а великорусской властью, самодержавием. И для тех наций, которые считали, что их бедственное положение зависит от представителей других национальностей. Ну вот антисемитизм был очень силен, например, на западе России, где был значительный процент еврейского населения. Русские ремесленники, интересы русских ремесленников сталкивались с интересами еврейских ремесленников, и это было очень благодатной почвой для возникновения антисемитизма. Следующий момент – это то, что от процесса, происходившие в России, усиление капиталистической эксплуатации, усиление самодержавия, все причины, которые, собственно, и вызвали первую русскую революцию, они их пытались возложить на плечи людей других национальностей. Помешали, помешали другие национальности правильному развитию русских рабочих, правильному развитию русских городов и так далее. Эти идеи очень сильны, они сильны и сейчас. И несмотря на то, что краток был век черносотенных союзов, об этом я расскажу несколько позже, сама идея, сами идеи, они остались, и они живы, к сожалению, до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова